Микс Ньюс Мы слушатели радиоболтком И киноманы, разумеется Я надеюсь, что найдутся люди, которые сочетают эти два качества Олег Пеков в студии И сегодня наша программа Пройдет в таком одиночном сольном режиме Сейчас лето, многие в отпусках И я надеюсь, что уже В следующей программе у меня появятся гости Уже расскажут И о том, как устроена жизнь кинотеатров изнутри Ну, поговорим о других вещах Но сегодня на наших планах Посмотреть, что сейчас идет в латвийских кинотеатрах Что можно посмотреть, какие фильмы И, конечно же, разыграем мы с вами два билета Причем сегодня мы разыграем не просто два билета Два билета в кино Аполло И это будет зал, который показывает фильмы на самом большом экране в Латвии Зал, это кинозавается IMAX Это Image Maximum Вообще-то, ну, такие системы Я, когда еще несколько лет разговаривал с Атисом Амалинчем Он говорил, что, ну, вряд ли в Латвии вообще рискнут Такую систему установить Поскольку это очень дорого И залы IMAX, ну, в принципе, они Собирают в расчете Ну, вот на то, что залы будут полными И с утра до ночи И, в принципе, вот рассчитаны на большой поток туристов И зрителей, которые приезжают просто посмотреть такое кино Потому что это безумный, безумно огромный экран И все сделано так, чтобы вы попали внутрь этого фильма То есть обычно, когда вы смотрите кино То вы видите границы экрана Ну, как будто бы вот вы сидите Ну, предположим, перед телевизором IMAX, он немножечко вот сделан так Чтобы вас этот экран обнимал, огибал Сверху, снизу, сбоку И вы как будто бы попали внутрь этого фильма Не замечая того, что экран имеет границы Вы находитесь внутри этого кино И таким образом мы разыграем два билета На фильм, который, я думаю, обязательно нужно смотреть Именно на большом экране Это фильм «Форсаж, Хоббс и Шоу» Вот я, может быть, пару слов расскажу о нем Ну, и мне сегодня посчастливилось посмотреть Вот вместе с другими журналистами Новый фильм Квентина Тарантино Однажды в Голливуде с Аль Пачино С Брэдом Питтом С Леонардо Ди Каприо в главных ролях И расскажу тоже свои впечатления Конечно, как по минному полю Чтобы не выдавать спойлеры фильма Чтобы вы получили удовольствие от его просмотра Ну, и много других каких-то интересных новостей Но давайте начнем, может быть, с того Что сейчас идет в кинотеатрах И вот на первом месте по сборам Причем и в Америке И я знаю, что в России Фильм «Форсаж, Хоббс и Шоу» В чем здесь изюминка фильма Его особенность Дело в том, что это не совсем обычный «Форсаж» Поскольку, ну, мы все помним Что героями «Форсажа» были Вин Дизель и Пол Уокер После того, как Пол Уокер Ну, вот погиб трагически Вин Дизель стал действительно тянуть одеяло на себя На съемках вот последнего «Форсажа» У него даже произошел конфликт с актером Дуэйном Скалой Джонсоном Он играет как раз-таки вот Хоббса Американского спецагента Который гонялся в одной серии Гонялся за героями «Форсажа» В другой становился их союзником И в результате Ну, вот из-за того, что эти актеры Очень сильно повздорили И я так понимаю, что конфликт просто Вышел даже за пределы съемочной площадки Они позволяли себе оскорблять друг друга И в социальных сетях Вин Дизель является продюсером «Форсажа» Ну, сопродюсером Одним из продюсеров И он наложил вето на участие Дуэйна Скалой Джонсона В следующем фильме И вот тогда решили сделать Такое ответвление от «Форсажа» Причем именно с двумя актерами Второплановыми в самом «Форсаже» Это Хоббс и Шоу персонажи Шоу, если вы помните Декард Шоу Это в исполнении Джейсона Стетхэма Такой тоже бритоголовый Британский бывший агент спецслужб Который оказывается таким ренегатом И в этом фильме, в этом сериале У него очень такая неоднозначная роль Сначала он появляется как злодей Затем внезапно переметнулся На другую сторону Поскольку уж очень он оказался Обаятельным и интересным Колоритным персонажем И вот последний «Форсаж» Весь он строился на таком Противостоянии Хоббса и Шоу Их постоянная такая Задиристость, драки Конфликты И на этом решили построить Целую историю фильма В этой картине, собственно, сюжет не очень важен Важно знать, что похищен очередной Смертоносный вирус Который может уничтожить всю землю И его похищают В похищении этого вируса Обвиняют Обвиняют спецагента Ну тоже вот британских служб Ее играет Ванесса Керби И она оказывается сестрой Вот как раз таки Дерека Шоу Задача Спасти сестру Спасти человечество Поскольку сестра заражена вирусом И спастись от Такого Главного злодея Выграет Индрис Эльба Индрис Эльба Невероятно интересный Харизматичный тоже актер Темнокожий Ему, кстати, прочили Роль Джеймса Бонда Говорили, что Джеймс Бонд Может стать афроамериканцем Но такого пока Во всяком случае не случилось Но Индрис Эльба Он в самом деле Невероятно интересный Такой тоже яркий Актер И в этой картине Он играет главного злодея Такого киборга И, честно говоря Немножечко напоминает мне Терминатора Вот из второго фильма Терминатор 2 Который устраивает Всякие пакости Главным героям Весь фильм Это, конечно, непрерывный Совершенно поток трюков Которые Поражают воображение Это погони по Лондону В центре Лондона С перевернутыми Развороченными Автобусами Там Зданиями Витринами Магазинов Разбитыми Роскошными Автомобилями Мотоциклами Это Неубиваемый злодей На которого может рухнуть Буквально там Фабричная труба И он остается жив И, конечно, это смена Локаций Которая напоминает Джеймса Бонда Поскольку Мы все привыкли Что Джеймс Бонд Обычно перемещается По всему миру И здесь есть И роскошные острова Гавайские И обязательно Заезд в Чернобыль Это уже стало Я понимаю Модной темой Уже сняли сериал Чернобыль Он появляется буквально В ряде картин И Хоббс и Шоу Не стали исключением И, конечно, сумасшедшие трюки Когда вертолет, например Тянет за собой прицеп Из легковых автомобилей Пытается сбросить их со скалы Ну, это кажется Ну, чем-то Совершенно за гранью реальности И, конечно, это большое количество Знаменитых актеров В маленьких таких Эпизодических ролях Хелена Мирон, например Ну, на самом деле Елена Миронова Русского происхождения Британская актриса Великолепно сыгравшая Там и королеву И тут она играет Маму Значит Преступника Которая сидит в тюрьме Это Кевин Харт Американский Темнокожий комик Это, ну, в общем Ряд еще Актеров знаменитых У которых Маленькие Небольшие Роли Но очень яркие Сочные Запоминающиеся Это Ванесса Кирби Это новая В общем-то Сейчас Ну, раскручиваемая Действительно Звезда Британская актриса Которая Снималась И в боевиках Таких, как Миссия Невыполнима И она снималась Также в картинах Драматических Например, в сериале Корона Краун И там она сыграла Младшую сестру Вот королевы Елизаветы В молодости Это действие Происходит По-моему В 50-е 60-е Годы И В то же время Она играет В романтических Комедиях И В этом фильме Она Играет Такого спецагента Не в юбке Но юбку Она не носит Но В этой картине Она показывает Совершенно Какие-то Немыслимые Немыслимые Овладения Боевыми искусствами И Все это Говорит о том Что актриса Совершенно Разносторонняя Разноплановая Которая может сыграть Кого угодно И что угодно И надеюсь Что у нее будет Большое будущее Картина Форсаж Хоббс и Шоу Стартовала И в Америке И в России Ну вот в России Она может быть Стартовала Чуть похуже Чем В прошлые Форсажи Но Тем не менее У нас Фильм стартовал Тоже неплохо У него 7202 Зрителя За Выходные дни И всего Почти 11 тысяч Посмотрели эту картину Ну Включая Предварительные Просмотры На втором месте Король лев На третьем месте История Игрушек Часть четвертая На Четвертом месте По посещаемости Это Тайная Жизнь Животных Вот эта картина Она уже 10 недель Идет в прокате И сейчас Это самый Пожалуй Посещаемый Вот Фильм 88 тысяч Зрителей Анабель Три ужасник Человек-паук Далеко от дома Мошенницы Алладин В общем Здесь Достаточно В этом списке Я бы отметил Присутствие Трех музыкальных Картин Которые Сейчас еще Идут Это Богемская Рапсодия Ну Просто удивительно Она 40 недель В нашем прокате Это самый Просматриваемый Фильм Действительно Латвийского Проката Это у него Больше 100 тысяч 100 тысяч И 428 Зрителей Его посмотрели Это картина Рокетмен Которая тоже Вот музыкальный Такой Ну Хит Может быть Все-таки Не такой Большой Его посмотрели Почти 15 тысяч Зрителей И это Фильм Вчера Значит История группы Квин История Байопик Элтона Джона И картина Которая Основана на музыке Битлз И рассказывает Фантастическую историю Что было бы Если бы Битлз Не существовали Только один человек Знал и помнил Все их песни Эту картину Посмотрели Вот 7500 Зрителей И Я не знаю Может быть Как-то Интерес к музыкальной Вот этой теме Начал угасать Стремительно Достаточно Потому что Такой взрыв Взрывной интерес К Багемской рапсодии Затем Вдруг Пошел на спад И Вот фильм Рокетмен Который мне даже Больше Еще больше понравился К сожалению Не привлек Такого большого Количества Зрителей Третья часть Джона Вика Продолжает Тоже Оставаться В прокате Но пожалуй Из долгожителей Это действительно Багемская рапсодия Которая Удивительно Удивительно Для нашего проката Показывает результаты Ну и Конечно Это У нас есть Просто еще Пару минут До перерыва И я бы Наверное Не хотел Устраивать Конкурс Хотя Можно было бы Наверное И попробовать Если вдруг У нас получится Телефоны в студии 67212 93 9 67213 93 9 У меня вопрос Будет связан С Джейсом С актером Дуэйном Скалой Джонсоном Этот актер Мы все знаем Что он был Рестлером Он был Спортсменом Затем Он сделал Фантастическую Совершенно Карьеру В Голливуде И Очень Интересный Факт Действительно Интересный факт О том Что он получил Рекордный Гонорар Вот в миллионах Долларов За свою самую Первую роль Я бы Задал вопрос Вот сейчас Сколько Все-таки Миллионов Получил Этот актер Дуэйн Скала Джонсон За первую роль Он сыграл По-моему То ли в Третьей Мумии То ли в Царе Скорпионов Вот я сейчас боюсь Собрать Она была Не совсем ровная Но в любом случае Мы округлим ее В вашу пользу 67212 93 9 67213 93 9 У вас есть возможность Посмотреть Фильм Хоббс и Шоу Картина Которая Вот вышла В наших кинотеатрах Со 2 августа Ее показывают В Аполло кино В кинотеатре Вот в зале Аймакс Это совершенно Удивительное ощущение Вы можете Вот получить Огромное удовольствие Посмотрев эту картину На гигантском Совершенно большом экране 67212 93 9 67213 Здравствуйте Алло Здравствуйте Вас зовут Алло Ангелина меня зовут Да, Ангелина Вообще Какое кино Любите Смотреть По жанру Знаете В принципе Разное Люблю и драмы Люблю и Остросюжетные Фильмы Так что Ну так Ну вот как вы думаете Сколько миллионов Сразу получил Вот за сам За свою первую роль Вот этот актер Дуэйн Скала Джонсон Ну бритоголовый Такой Очень накачанный Рестлер Я Ну в принципе Конечно Не знаю Расценки Сколько получают Давайте Скажу цифру 5 миллионов И вы знаете Вы абсолютно Правы Ну если Чуть-чуть округлить Он там 5 с половиной Даже получил Но это Попадание в точку Ангелина Вы получаете Два билета Два билета В кинотеатр Аполло кино И сможете Посмотреть Эту картину В кинотеатре Вот именно С огромным экраном Аймакс Аймакс зал Отлично Кого возьмете Я не попробовала Да Я не была еще В Аймаксе Поэтому думаю Я получу Большое удовольствие Я тоже на это надеюсь Кого возьмете с собой Возьму мужа с собой Он очень любит Форсажи все Так что думаю Будет счастлив Да обязательно Потому что мне кажется Что картина получилась Знаете Вот на уровне форсажей И более того Может быть Именно Из-за того Что нету Полуокера В форсажах Вот Вин Дизель Как бы чувствуется Немножко Ему не хватает Этой пары А здесь Вот актеры Эти актеры С Джейсон Стэтхэм И Дуэйн Скала Джонсон Они удивительно подходят Друг к другу То есть такой Британец И американец Вот это на этом Построено На таком конфликте И огромное количество Шуток Юмора То есть весь фильм Он воспринимается Как ну такой Комедийный скорее Боевик И там Ну нету такого Чтобы прямо уж Было страшно-страшно Или какие-то Жестокости и насилия Вот Ангелина Тогда я вас попрошу Позвоните По номеру Шесть семь Ноль ноль Десять двадцать семь Скажите Что вы Победили в конкурсе И Тогда Ну сообщите Свой номер телефона Чтобы вот сейчас Его никто не слышал И узнайте Как получить билеты Нужно будет получить у нас Придите на радиоболтком И заберите Эти два билета Можете еще раз Телефон повторить Пожалуйста Шесть семь Да Ноль ноль Да Десять Да Двадцать семь Двадцать семь Спасибо большое Спасибо вам Удачного вечера Хорошего Всего доброго Ну и наверное Сейчас мы сделаем Небольшой перерыв После чего вернемся И продолжим программу Синема Мы продолжаем программу Синема И во второй части Я бы хотел поделиться Своими впечатлениями От новой девятой картины Квентина Тарантино Однажды в Голливуде Скажу честно Вот Ну на просмотр фильма Я не помню Чтобы набивалось Такое количество журналистов Причем Ну ощущение было Что это вот просто Вечером какого-то дня Потому что зал был битком набит Не было буквально свободных мест И Очень живо Реагировали И смеялись И Хохотали над шутками Там очень много Неполиткорректного юмора Там типа никогда не Показывай слезы Там перед мексиканцами Там есть На удивление Мало кровищей Какой-то жестокости Скажем так Непривычно для Тарантино И для кого-то Может быть Это будет самый Не тарантиновский фильм Потому что мне показалось Например Что Как подобно Вот Кубрику Тарантино Просто вот Поменял жанр И попытался снять Что-то совершенно новое И в то же время В этой картине Вы найдете Огромное количество Отсылок К его прошлых Картинам И в какой-то степени Это самый Тарантиновский фильм Из всего Что можно себе Только представить Потому что Я напомню Что Тарантино Ведь начинал Как работник Видеопроката Он практически Никогда не учился Не заканчивал Киношколы Он самоучкой Изучал Смотрел Фильмы Как это все сделано Не брезговал Так скажем И низким жанром Он смотрел Очень большое количество Фильмов Которые относятся Ну вот Категории Б Не Самые Многобюджетные Скажем Фильмы Фильмы второго эшелона И вот как раз Он снял картину Я постараюсь С минимумом Спойлеров То есть практически Обойтись без этого Чтобы не испортить Вам впечатление От просмотра Но скажем так Только Пожалуй Квентин Тарантино Может себе позволить Снять В одной картине Двух суперзвезд Голливуда Брэда Питта И Леонардо Ди Каприо Причем Он их развел По разным Историям Вот три Сюжетные линии Одна связана с Ди Каприо Другая с Брэдом Питтом Третья С персонажем Марго Робби Кстати Они с Ди Каприо Играли в мужа и жену В фильме Волк с Уолл-стрит И это конечно Роднит эту картину С криминальным чтивом Потому что Здесь тоже Как такой Слоеный пирог Историй Которые Перемешаны Между собой И развиваются Просто в одно время Для того Чтобы сойтись В одной точке В финале И Вот опять-таки Все это вы увидите Финал должен вас Кто-то Кого-то разочаровал Я думаю Что кто-то Будет в восторге Мне показалось Что это одна из лучших картин Вообще Квентина Тарантино И А уже за последние годы Это абсолютно точно Потому что Она светлая Она веселая Не то чтобы это была комедия Но в ней очень много юмора Очень много Такой Самоиронии Над миром кино И конечно Это безумно Безумная любовь К кинематографу Причем 69-й год Время действия фильма Он выбран Действительно Время не случайно Это Не только История История Банды Чарльза Мэнсона Которые Убили Беременную жену Романа Полански Режиссера Шарон Тейт Эта история Как бы Она Отдельно И Так скажем Не самое главное Дело в том Что Вообще 69-й год 68-й 69-й год Считают переломными В истории 20-го века Потому что Изменилось Все Изменилась Музыка Появился Жесткий Не просто рок-н-ролл А рок Появились хиппи С их идеей Любви Появилось Новое кино То есть Практически Старый Кинематограф Каким его Вот знал И помнил Золотой век Голливуда Он стал Буквально Рушиться На глазах И Леонардо Ди Каприо Играет актера Ну вот Второго эшелона Опять-таки Ну Почти Вот Почти Ставшего Звездой Который мог бы Даже стать Звездой Номер 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 Один Но вот В силу Каких-то Обстоятельств Ему Не повезло Ему Приходится Сниматься В телевизионных Вестернах А в кино Его зовут На роли Отрицательных Персонажей И таких Злодеев Негодяев Которых Всегда Бьют И убивают В конце Фильма Брэд Пит Играет Его дублера Ну Каскадера Который Выполняет За него Трюки И В то же время Такого Хорошего парня Простого С какими-то Вот Ну Своими Устоявшимися Кодексом Чести Который Вынужден Ну вот Из-за отсутствия денег Жить В трейлере Чуть ли не Питаться собачьим Кормом И Выполнять Ну Быть мальчиком На побегушках У такого Истеричного Актера Который Чувствует Что вот-вот И вдруг Его карьера Может рухнуть И На этом фоне Вот Огромное количество Жизненных ситуаций В которые попадают Эти герои Съемочные Площадки Которые сменяются И Удивительно Что в этой картине Встречаются Как реально Существующие Ну вот Существовавшие Персонажи Они же Перемешаны С вымышленными Голливудскими Звездами Знаменитостями И точно так же Фрагменты Из Реальных Фильмов Голливудских Перемешаны С кусочками Фильмов Которые Тарантино Снимал Стилизуя Их Под конец 60-х Это И черно-белые Вестерны Телевизионные В которых Снимается Герой Леонардо Ди Каприо Это И фильмы Другие С его участием Здесь И привет Бесславным Ублюдкам И цитаты Кстати Из доказательства Смерти Персонаж Каскадер Года Рождения На этот Возраст Разгадываете Ребус и Тарантино И я Хочу сказать Что эта картина Конечно Ну Мне кажется Обязательна К просмотру Для всех Кто любит кино Для всех Кто любит Тарантино Если вы любите Фильмы Тарантино Вы получите Огромное удовольствие От этого фильма И Вот Не хотелось бы Действительно Вот выдавать Какие-то Сюжетные повороты И мы этого Не будем делать Но просто Наслаждайтесь Наслаждайтесь Маленькими Эпизодами В которых Появляются Действительно Вот крупные Большие звезды Это Аль Пачин Его пятиминутное Просто появление Это ну просто Какая-то Конфетка Просто умиление Это Дочка Актриса Энди Макдауэлл Которая сыграла В этом фильме И Я скажу Что Это Невероятная Вот харизма Сексуальность Которая идет От этой девушки Причем При Абсолютном Соблюдении Всех Норм Там не показано Много Обнаженного Это склонность Тарантино К его Фуд-фетишизму Показ Женских ступней Опять-таки Отсылка К криминальному Чтиву Здесь Она тоже Присутствует Это Удивительно Интересные Цитаты Где Старое кино Вклеивают Современных Актеров И Очень много Других Фишек Которые Квентин Тарантино Щедро Разбросал По этой Ленте Она длинная Она идет По-моему Два с половиной Часа Эта картина В ней Она написана Такими широкими Мазками Большими сценами Длинными Диалогами Как любит Тарантино И Каждая Эта история Она завораживает Она Занимает Буквально Все ваше Внимание И Я думаю Что получат Удовольствие Не только Киноманы Но и просто Люди Которые любят Рассказанные Истории Которые Приходят В кино Для того Чтобы Получить Удовольствие От истории И Хотя Может быть Вы Вы можете Не знать Историю Чарльза Мэнсона Она очень Ну История Этой банды История Этой хиппи Она Очень Действительно Пугающая Для Америки Сейчас Отмечается Пятидесятилетие Вот как раз Таки Этых событий Трагических Фэнтин Тарантино Не поленился Вот Рассказать Нам эту историю Причем Опять-таки С такими Альтернативными Ответвлениями Сделанными Не просто Как ошибка А Как Своя версия Событий И Ну Наверное Вот Все Что я бы Хотел Рассказать Про сам Фильм Потому что Очень Боюсь Действительно Выдать Слишком Много Испортить Кому-то Удовольствие От просмотра Просто Нужно Пойти Посмотреть Эту Картину И Если Вот Вы Киноман Вы сможете Еще дополнительно Узнать Много А И Хотел сказать Что Конечно Для Леонардо Ди Каприо Это Совершенно Фантастическая Роль Я Не знаю Мне кажется Что это Лучшее Что сыграл Леонардо Ди Каприо Потому что У него Игра В квадрате То есть Он Играет Актера Который В свою очередь Играет Персонажа И Он Играет Актера Который Ложается Он играет Актера Который Может быть Играет Не совсем Достоверно Затем Переживает Психует По этому Поводу И Пытается Выжить Максимум Своей Гениальности Я Удивляю Ну Просто Вот Восхищаюсь Конечно Ди Каприо Потому что Ему приходится Играть В квадрате То есть Ему приходится Играть Ситуацию Актера В актерской Роли Который Играет Который Человек Играет Другого Человека И так далее И Вот Это Все Производит Совершенно Фантастическое Сумасшедшее Впечатление Вы Получите Огромное Удовольствие Просто Вот От Актерской Игры Я Надеюсь Что Может быть Ди Каприо Получится Второй Оскар За Однажды В Голливуде И Квентин Таратино Сейчас Вот Находится В Москве Сегодня Должна быть Премьера Где он Должен Представлять Эту Картину И Уже Конечно Я понимаю Восторг Киноманов Которые Видели Его На Красной Площади Он Прогулялся По Красной Площади Министр Культуры Вот России Владимир Мединский Проводил Его Провел Экскурсию По Кремлю И Фотографии Где Тарантино Рассматривает Шапку Мономаха Позирует На фоне Царь Колокола Они Разошлись Просто Стали Мемами Над Этим Очень Много Забавляются В Российском Сегменте Интернета И Говорят Что Мединский Подарил Тарантино К Томик Пастернак Который Является Любимым Поэтом Тарантино Я напомню Что В 2004 Году Тарантино Приезжал В Россию И даже Посетил Могилу Пастернак В Переделкино И Даже Тарантино Поинтересовался Можно ли Быть Захороненным В Кремле Или Хотя бы Рядом С ним С Кремлевской Стеной Ну И Тарантино Рассказали Что Нужно Для этого Ну Просто Быть Членом Царской Семьи Пожалуй Вот Других Вариантов Не Будет Так Что Смотрите Да Смотрите Эту Картину Из Новых Фильмов Которые Сейчас Должны Появиться На экранах Вот 16 Числа Появится Однажды В Голливуде Пока Вот Я понимаю Все Замерли Таких Больших Премьер Нет И Единственная Картина Которая Выходит На этой Неделе Это Ужасник Страшной Истории Для Рассказа В темноте Фильм Фильм Такой Традиционно Страшный Там Ожившее Пугало Который Убивает Подростков За ними Гоняется Ну Такая Страшная Зловещая Смерть Которая Воплощение Которых Является Книга Раскрыв Которую Вы Читаете Что Произойдет Дальше Ну И Такой Традиционный Но Тем не менее Действительно Пугающий Ужасник Выходит На этой Неделе Ну И вот Пожалуй Это будет Единственная Премьера Перед Вот Между Форсажем Хоббс и Шоу И Однажды в Голливуде Вот такие Две большие Глыбины Картины Которые Должны Привлечь Внимание Зрителей И Я Кстати Хочу подчеркнуть Что Впервые Как-то Вот я вижу Что Один за другим Выходят фильмы Более-менее Рассказывающие Истории То есть Они такие Олдскульные И Кстати В фильме Тарантино Я бы Сказал Что вот Хиппи Изображены Действительно Пугающие Их появление Вот В городе В Лос-Анджелесе Выглядит Действительно Ну так Немножечко Жутковато И напоминает Даже нашествие Зомби Я бы сказал В этой картине И вот Ему удается Нагнести Ужас И он себя Так проявляет Я бы сказал Довольно Таким Таким Как бы это Выразиться Правильно Консерватором Который Ну Видит В Изменении Психологии Общества Скорее Вот Негативные Явления Чем Позитивные Ну И что еще Я бы хотел Рассказать Да Вот говорят Что о том Что Киану Ривз Который Активно Снимается В Джонах Уиках Он вернулся В жанр Экшена Может стать Одним из Злодеев Вот Забыл Кстати Какого-какого Какой франшизы Его сейчас Приглашают Но и оказывается Он мог появиться В фильме Форсаж Хоббс и Шоу Но К сожалению Вот Его Камео Не состоялось Его Небольшое Участие В этой картине К сожалению Не состоялось Потому что Ему не удалось Найти Время В своем Плотном Графике А если говорить Про Однажды в Голливуде Там было Два Актера Вот один из них Тим Ротт Это один из Любимых актеров Тарантино Который снимался Ну в огромном Количестве Фильмов Тарантиновских Включая Начиная с Бешеных псов И Четыре комнаты И криминальное чтиво И роль Которую сыграл Тим Ротт Тарантино Вырезал При окончательном Монтаже Я уж не знаю Надеюсь Что тот Не обиделся Актер на Тарантино Но Конечно Обидно Когда ты снимаешься И вдруг Оказываешься На полу Монтажный Майкл Мэтсон Который тоже Является Одним из таких Талисманов Тарантиновских Он сыграл Крохотную роль Он играет В фильме Одного из Злодеев Вестерна Где Принимает участие Герой Леонардо Ди Каприо Ну и Самое последнее Что успею вам Рассказать Студия Диснея Которая сейчас Мне кажется Заполонила Все И Собирается Мне кажется Ну просто Задавить Все остальные Студии Раскручивает Свой маховик Ремейков И Если вы Следите за событиями Вот и Король Лев Переснятый мультик В такой Графической Анимации И Аладдин Это живая Версия Мультика С Уиллом Смитом И вот сейчас В планах Диснея Новые версии Четырех Проектов Которые они Приобрели После слияния С Фокс И В том числе Это Один дома Я не представляю Как можно Переснять Один дома Потому что Все таки Это картина Криса Коламбуса С Макалеем Калкиным Которая сделала Действительно Макалея Звездой номер один Два фильма Которые были С Макалеем Калкиным Это Просто шедевры Все попытки Третий Четвертый Фильм Которые вышли Под брендом Один дома Это просто позор Для франшизы И Ну Все попытки Найти какого-то еще Ребенка Который бы смог Заменить Макалея Калкина Были обличены Просто на Провал Провалище Я не знаю Как сделают Ремейк Ну Поживем Увидим И Также Собираются Перезапустить Ночь в музее Опять таки Эта Картина Тоже Очень популярная Которая имела Несколько продолжений И Честно говоря Опять таки Ну Сложно сказать Как с новыми актерами Эта же история Будет смотреться На экранах Вот Наверное Все Что успел Я вам рассказать Программа Синема Олег Пек В студии был И Хорошего кино Всего доброго До свидания Продолжение следует